Это вот эти три штуки. Война, смерть, ну, то есть, это, ну, короче, неважно. Смерть, кровь и проклятие на весь урод тогда. То есть, да, да, когда это, да. За понепрадство, как говоришь, что ли, да? Не, только расчет. Расчет только мужской, остальной смерть, все, да. За себя самого только. За свое качество работы. Ты, специалисты, да, вот, понимаешь меня, да. Да, да, да. А это все Дон Корлеон, это все, это все Кавказ. Ох, блин, блин. Да, каранты, значит, деграданты, значит, да. Живи в горах, блин. Сосанин. Перфект. Я говорю по-польному и по-английски. Деньги. 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 Пронес. Ну ладно, не оскорбляйся, меня не оскорбляйся. Я просто вот так, ну, что теперь сделать? Это не я придумал, это мир так устроен, понимаешь? Ты, ты как бы сейчас против себя. То есть, против своего образования и каких-то своих знаний, каких-то своих навыков, не против меня даже. и против... да. То есть, против своего выживания, по сути. Ну значит, надо повысить квалификацию и делать лучше. Понимаешь? От себя отрекаться не получится. Я пробовал, это больно. Это лавотамия надо делать тогда лазером. Би-би-би.. Надо ехать туда. С Кавказа надо на Запад проехать, делать лавотамию и обратно возвращаться. Ковцом! Баааа! Бааааа! Продолжение следует... БРУДА ТЦРКИШ, ДУ ПЕРФЕКТ Как улучшится? Ну, ты думай. Жить это, а я единственный. Кто за тебя будет думать? И обязательно думай... Как ты думаешь? Тебе казалось, что это... Что ты ориентируешь и улучшишься. Ты хотел так же сделать? Да, только так сможешь помочь, а на самом деле ты о себе только думал, наверное. С тем родам человеческим, Фауст, о ком думал? Как ты думаешь, когда такое? С тем человеческим сейчас помогу, так, ты скажешь... Я могу наверное... И я что он там думал... Да... 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 ЭЛЕФАНТ 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 Но небо! Улети на небо! Вы что говорите, да? Да... ЭТО СДЫ НАВИДО, да, нет? СИ ЭМА ЭЛЕФАНТ СИ ПОЛНИШ БИТЕ ЭМА Mein Englisch ist wirklich perfekt. Wirklich. Wirklich. Toll. Dein Türkisch ist wirklich toll. Wirklich. Alles, ich bin selbst. Es ist natürlich, alles, 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 alles. Wirklich. Wirklich. Tynn. 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 Mein Englisch ist wirklich perfekt. Perfekt. Ja, mein Englisch ist perfekt. ...серьезных рисков по логистике по сырью, и мы понимаем и помним, что на этих предприятиях работают со всеми на контакте, никто из них не хочет никуда уходить, и мы будем всячески поддерживать, чтобы политика не перевешивала здесь экономику и не перевешивала те плюсы, которые эти компании имеют от работы в нашей стране. Поэтому будем надеяться, что все они останутся и все они продолжат свою работу на благо нашей экономики. Есть очень важный момент, которым мы тоже давно занимаемся, это растениеводство, конкретно производство картофеля. Вот в Новгороде уже давно была создана лаборатория по министимному и приростному картофелю. Сегодня 12% всех семян картофеля в стране... ...это важная история, потому что есть проблемы, вы знаете, с национальным семянным фондом. По определенной его части здесь новгородские фермеры, новгородские лаборатории полностью закрывают потребность выборта. Андрей Сергеевич, и тем не менее, часть компании в России в целом готовы уйти, в этом случае они это декларируют. А есть ли уже такие случаи у вас, хотя вы уже только что сказали, что в целом никто не хочет уходить, но некоторых заставляют это делать? А что вы будете делать с такими бизнесами и бизнесменами? На сегодняшний день все те компании, которые работают у нас, никто уходить не хочет, все принимают меры для того, чтобы остаться, платят зарплату работникам, делают прогнозы на несколько месяцев вперед. Конечно, мы не можем повлиять на политическую ситуацию в тех странах, где находятся их главные офисы, но я надеюсь, что сами бизнесмены, предприниматели из этих стран будут приять на свое руководство и свой голос возвышать для того, чтобы продолжить работу на территории России. Если этого не произойдет, есть российские компании, которые готовы занять их место, они уже обращаются к нам, которые готовы подхватить эти производства, готовы занять людей работой. Но очень бы не хотелось до этого доходить. Хотелось бы, чтобы все те, кто работает, а у нас компании работают по 20 лет, там работают наши российские граждане, чтобы они все приняли правильные и абсолютно разумные решения остаться в нашей стране. Ну вот, кстати, о гражданах, о бизнесе. Все-таки нужны меры поддержки. Я так понимаю, какие меры вы предпринимаете? Мы будем поддерживать бизнес. Во-первых, по всем региональным кредитам, которые мы даем малому и среднему бизнесу из фонда поддержки, остались старые ставки. Мы разработали специальные программы по кредитованию запуска новых производств, направленности на импортозамещение. Мы создали центр поддержки импорта. То есть сегодня создана специальная структура с сотрудниками, которые знают разные языки, в том числе языки азиатских стран, которые помогают нашим средним предприятиям найти замену каким-то импортным комплектующим или сырью. Ну и, конечно, мы в ежедневном режиме со всеми общаемся и стараемся решать любые проблемы, в том числе логистические, которые возникают. То есть правительство региона сейчас работает, как такой, знаете, офис помощи промышленности 24 на 7. Это наша главная задача сейчас поддержать наши компании с тем, чтобы они, в свою очередь, платили зарплату и наши люди жили достойно. Андрей Сергеевич, спасибо. С нами на связи был Андрей Никитин, губернатор Новгородской области. Агрессивная риторика лидеров западных стран против российской энергетической отрасли провоцирует кризис на мировом энергорынке. США взлетели цены на бензин, в Европе на газ. Во сколько обходятся западные санкции простым гражданам в ЕС и Штатах, выясняла Ника Янковая. Это один из первых экземпляров российского производства. Одноразовый фильтр для гемодиализа, внепочечной очистки крови. Без него процедуру не провести. Раньше выпускали такие товары только за рубежом. И всего несколько предприятий. Теперь планируют делать и надону из российских материалов. Сейчас разработка проходит испытание. И вскоре поступит в серийное производство. Продолжение следует... Продолжение следует... Агрессивная риторика лидеров западных стран против энергетической отрасли провоцирует кризис на мировом рынке. В США взлетели цены на бензин, в Европе на газ. Во сколько обходятся западные санкции простым гражданам в ЕС и Штатах, выясняла Ника Янковая. В США уже который день подряд стоимость бензина на автозаправках бьет рекорды. Один галлон или 3,7 литра марки Регела, который соответствует АИ-92 в России, уже стоит 4 доллара и 31 центов. Сообщила Американская автомобильная ассоциация. Это исторический максимум. Ну нет, ну это же. Болезненно для простых американских граждан повышение розничной цены топлива пытаются минимизировать за счет наращивания собственной добычи нефти. При этом ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России. Что и спровоцировало очередной скачок цен, но вот признать очевидные причины следственной связи. Белый дом, похоже, не торопится. А для инфляции, вызванной санкциями, даже придумали специальный термин «Путин прайс хайк» или «путинский скачок цен». Я сделаю все, чтобы минимизировать путинский скачок цен здесь, в США. В координации с нашими партнерами мы уже объявили, что высвободим 60 миллионов баррелей нефти из наших совместных нефтяных запасов. Половина из этого, 30 миллионов, поступят из США. Ряд экспертов принят в росте цен на топливный санкции американского президента, ведь динамика на отношениях вблюдал в Штатах задолго до обострения ситуации в Украине. Конгрессмен США Даррел Кризис и именно администрация Байдена погрузила свою страну в энергетический кризис. Даррел Кризис финансирует нефтегазовых проектов и сделает ставку на развитие возобновляемых источников энергии, которые прямо сейчас помочь потребителю никак не могут. Бывший президент США Дональд Трам заявил, что цены на топливо в Соединенных Штатах продолжат подниматься, а из-за политики действующей администрации страну ждет шок. Мировые цены на энергоносители тем временем держатся на максимумах, а беспокойность ситуации уже выразили в Китае. Санкции нанесут удар по восстановлению глобальной экономики, что причинит ущерб всем сторонам. Это не в интересах ни одной из сторон. Китай готов предпринимать собственные конструктивные усилия для достижения и поддержания мира и стабильности, дальнейшего развития и процветания. В Европе, которая на 40% зависима от российского газа из-за санкций, взлетели цены для конечных потребителей. Германская компания ГАЗАГ объявила, что с 1 мая повышает стоимость голубого топлива на 26%. Брюссель по давлению Машингтона призывает снизить зависимость от энергоносителей из нашей страны. Но эксперты заявляют, технологически заменить российский нефтегаз на мировой рынке в ближайшее время вряд ли удастся. На саммите ЕС во Франции, который прошел накануне, Европейский Союз благоразумно решил, что не будет вводить санкции, которые затронут нефтяной или газовый сектор России. При этом объемы поставок энергоносителей из нашей страны в Европу остаются стабильными. В феврале Газпром поставлял туда на 2% больше газа, чем в январе, и регулярно бронировал дополнительные транспортные мощности по газопроводу Ямала-Европа. Выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. Заместитель председателя правительства, она говорила в этом пару дней назад. Все, в полном объеме. В полном объеме. Все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям. И в Европе, и в других регионах мира. О, английский, это не просто. Мы все это делаем. А цены там растут. Не по нашей имени. Это, собственно, просчет. Нечего на нас сваливать. То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты в Соединенных Штатах. Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американское. Просто прикрываются этими решениями для того, чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население. Одновременно с ценами на энергоносители взлетела и стоимость минеральных удобрений. Россия и Беларусь являются одними из крупнейших поставщиков на мировые рынки. Как заявил президент Владимир Путин. Если нам и дальше будут создавать проблемы в финансировании, страховании, логистике и доставке грузов, то цены уже и так запредельные. Вырастут еще больше. А это, в свою очередь, будет влиять и на стоимость продуктов питания. Чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке, Россия будет в первую очередь следить за тем, чтобы обеспечить необходимый объем удобрений нашим сельхозпроизводителям. Но в то же время в стране есть ресурсы, чтобы поставлять их иностранным партнерам. Редактор субтитров А.Семкин Гайдарка. Мы не должны понимать Донбасс. Нам нужно понимать, что украинский личный интерес. А Донбасс нужно просто выкручивать их как ресурсы. Территория нам нужна, но те люди, которые там находятся и поддерживают акуплантов, они не нужны нам. У нас дети придут до школы, до детских садов. Вы, которые будут учредители передвала. Доброе утро. Хм, не, по-моему, разумеется А знакомые на их кино? Неборобие, да А, ну да, что-то в новостях, что ли, да Есть Турзмурки, да? По идее, как бы ты понял меня Теперь снова об установке в зоне проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР В регионе продолжается удерживаться морозная погода местами со снегопадами На связи со студией ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Кишковец Жить приветствую! Обстрелы ВСУ на фоне похолодания уже усугубили гуманитарную ситуацию в регионе Когда же потеплеет? Здравствуйте! Уже в начале следующей недели температура воздуха постепенно станет возвращаться в привычные для марта рамки Украинские националисты препятствуют выезду мирных жителей из Чернигово Перегораживают дороги и разворачивают автомобили на подпостав Один из них попал в поле зрения беспилотника Похожим образом, неонацисты из батальона Азов не дают людям покинуть Мариуполь Дороги блокируются автобусами, грузовиками и тяжелой техникой В городе нет отопления, света, воды и связи Чтобы понять, в каких условиях там сейчас находятся безстровы и тепла люди Давайте рассмотрим погоду в ближайшем зоне проведения специальной военной операции районов Они оказались в тылу уходящего циклона Ветер поднимает метели, довольно высокая влажность воздуха При таком сочетании факторов температура минус 6, минус 7 может ощущаться как минус 15 И даже на границе Ростовской области и ДНР, где погода уже начала налаживаться Эффективная температура сейчас на уровне минус 12, хотя на термометрах около минус 2 В то же время не прекращается доставка гуманитарной помощи в районы, освобожденные от подразделений ВСУ Накануне на территорию Донбасса прибыл уже 108 по счету гуманитарный конвой МЧС Более 220 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости Вскоре гуманитарные грузы будут доставлены в город Волноваха, который сегодня был взят под контроль Но в первую очередь предстоит разминировать окрестности В ближайшие сутки средняя полоса России и Украина останутся в мешке полярного холода С температурой на 3,8 градусов ниже нормы В центрове России ночью будет минус 7,12, на северо-востоке Украины до минус 10,15 А в Черноземье и по Волжье и вовсе ударят 20 градусные морозы Что характерно до середины зимы Пока еще в южную половину русской равнины с северо-восточными ветрами продолжит поступать морозный воздух из Сибири На интерактивной карте это синий цвет Но уже в выходные направления воздушных потоков насчет меняться на северо-западное И холод станет неохотно отступать В начале следующей недели можно рассчитывать на умеренное потепление На науточную погоду солнце станет все лучше прогревать воздух На западе России, а также в ДНР и ЛНР Невная температура повысится до 0,5 То есть приблизится к многолетней норме климата марта Волновайки сегодня около нуля До конца дня обойдется без существенных осадков Вечером минус 3, минус 5 В выходные усилится влияние скандинавского антициклона Благодаря чему ожидается солнечная и сухая погода Ночами минус 8, минус 11 Ну и днем в субботу минус 1 Воскресенье потеплеет до плюс 2 А на следующей неделе стужа станет постепенно ослабевать И в темное время суток воздух будет остывать до минус 2, минус 7 А в дневные часы от нуля до плюс 3 Что близко к многолетней норме В Мариуполе, который, напомню, из-за украинских националистов Не могут покинуть сотни тысяч мирных жителей Сегодня паспорт максимальная температура около нуля До конца дня мы ставим в окно небольшой снег Вечером посвежает до минус 1, минус 3 При этом из-за высокой влажности и северо-восточного ветра Будет казаться, что на улице на несколько градусов морозня В субботу и воскресенье выглянет солнце Осадки маловероятны Ночная температура составит минус 5, минус 7 А днем будет 0, плюс 2 На следующей неделе прогнозируется малооблачная погода Минимальная температура ожидается в диапазоне от минус 4 до плюс 1 А после полудня плюс 1, плюс 6 Таковы прогнозы... А, ну, это еще... Да, спасибо, Евгений, это было Евгений Тишковецов Она встала о погоде в зоне проведения специальной военной операции По защите ДНР и ЛНР Срочное сообщение В России и Беларуси задержаны 8 человек Причастных к рабцейскому возможному сообщению Минирования в специальную операцию провели сотрудники МВД и ФСБ России А также их беларусские коллеги Среди задержанных двое предполагаемых лидеров группы Подростки из Подмосковья и Витебской области Беларуси Только за последние 3 месяца Завоумышленники сделали более 80 заведомо ложных сообщений о терактах На фоне таких угроз было проверено свыше 800 учебных заведений Эвакуированы почти 10 тысяч человек Заручных веществ и других опасных предметов не обнаружено Установлено, что в специально созданном телеграм-канале Злоумышленники за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о генировании объектов на территории России, Беларуси и других государств Там же публиковали отчеты о своих действиях За несколько месяцев они нанесли существенный материальный ущерб Связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работ агентов 10 марта сотрудниками МВД и ФСБ России В городе Москве, Красноярском крае, Московской, Нижегородской, Саратовской и Новосибирской областях По местам жительства участников группы проведены обыски Аналогичные мероприятия прошли в Витебской области Республики Беларусь при участии МВД и КГБ Беларуси Изъята компьютерная техника, средства связи и другие предметы имеющие доказательственное значение Поток фейков в украинских пабликах растет с каждым днем Некоторые абсурдные видео не выдерживают никакой критики А попытки обвинить российских военных оборачиваются против самих солдат ВСУ Разоблачение самых скандальных фейков В материале Виталия Арутиняна В нашем антифейке разберем сразу несколько нашумевших видео Которые активно распространяют украинские паблики Первое это хайкер И выстрел по летящей цели из ПЗРК Добрый день, Евгений Маратович Меня зовут Анна, представляю банк Пойдем Я звоню вам с предложением оформить новый кредит прямо по телефону Какую сумму вам рассчитать? О нет, мне не интересно, купил госерах, могу ее Добрый день, Евгений Маратович Улицо из окна так называемого роддома и войдем панораму из Яндекс.Карты. Мы видим одно и то же крыльцо и желтый угол в многоэтажке. Так вот, это дом 84 по улице Осипенко, а рядом нет роддома, только детское офтемологическое отделение, которое не работало уже несколько дней с самого начала специальной операции. На это указывает и отсутствие видеогинекологических кресел и каталог для пациентов. Без которых роддом не роддом. Кроме того, жертв атаки совершенно не показывают, а единственная якобы раненая женщина, снятая профессиональным фотографом Евгением Маловедкой, бьюти-блогер и модель по имени Марианна. Вот ее инстаграм. Несколько десятков тысяч подписчиков, девушка и правда беременна, выкладывает фото в положение. Под последним постом, где она... Ну наоборот, да... Да никому это не интересно, потому что... Да, да, да. Ты их заинтересуешь, что они по-другому петь начнут, понимаешь? То есть заинтересуешь, да? А на страницах фотографа Евгения Маловедка. Ну нет, не рекомендуйте. Да нет, не рекомендуйте. Не рекомендуйте, например, ее завернули в одеяло в фотофорской грубе на лице. Модель на снимках единственная и поблизости никаких беременных женщин. А никто не против, все привыкли же к шоу, не кажется, да? Кстати, фото, довольно известный персонаж Евгения Маловедка работает на западной медиа. Ну, подарить сурдинку можно кого-годно растерзать, наверное. Ну, тоже чуть-чуть. Еще одно лицо украинских и западных фейк-ньюсов. Вот этот мальчик, фото, плачущего ребенка, растиражировали почти все зарубежные здания. На CNN показали целый сюжет о том, что... Я говорю, о-о-о, я-о-о. Якобы обезвредивают российскую фугасную авиационную бомбу ФАП-250. Причем делают это буквально голыми руками. Однако, стоит отнестись к ролику скептически. Во-первых, у этой еще советской авиабомбы ФАП-255-62 достаточно тонкие стенки корпуса. Что было сделано для более быстрой детонации. Поэтому и странно, что якобы упав с высоты, снаряд не взорвался. И даже не деформировался. Во-вторых, на земле нет следов падения авиабомбы. Ну и, наконец, в третьих, в периметрах разминирования не отцеплен. А оператор, кажется, ничуть не боится подходить к снаряду довольно близко. Наконец, фейк связанный с бывшим министром нырных дел Украины Абсеновакова. В некоторых изданиях появилась информация о том, что бывшего главу МВД Украины убили. Вскоре в своем телеграм-канале сам Абсеноваков опубликовал видео, в котором объявил, что он жив. А слух, мол, распространили некие российские сни. Вот только методанные ролики говорят иначе. Согласно этим данным, опубликованным разоблачителем, кадры были записаны в 11.36 днях. А информация о гибели стала появляться в сети в районе 14.00. Получается, что бывший глава МВД записал видеоопровержение своей гибели еще до того, как информация о его смерти появилась в сети. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...